Мы только что слышали стихотворение «Любить и душу свою полагать». Это как вступление к тому, что мне сегодня хотелось почитать и предложить нашему рассуждению. Известное место из Евангелия от Матфея, когда Христос спрашивал учеников, за кого почитают меня, и потом, что Он сказал. Матфея, 16 глава. В прошлое воскресенье мы все вместе принимали хлебопреломление и вместе читали место, где описывается Евангелие от Матфея, как Христос принимает муки, как Его унижают, и, в конце концов, как Его распинают на Христе, как Он себя ведет, как ведут себя люди, как относятся к Нему, как смеются, как предлагают Ему, на смешках своих воздевательствах, предлагают Ему сойти с Христа, ну и как Он не реагирует, а против молится. Можно сказать, мы читали описание, как Он полагал свою душу, как Он проходил через Христа. Если говорить о Кресте, то это слово, то это тема или этот вопрос, события огромного масштаба, огромного значения. Можно сказать, вселенского значения. То есть Бог стал человеком и позволил Себя убить на Кресте. Тот человек, который над этим задумался, что это значит? Тот, кто не застрял в шаблонах, в стандартах, в привычных каких-то фразах, в цитатах, в наших даже гимнах, к сожалению, можно не думая, в моей жизни такое было. Ты приходишь в собрание, приходишь в дом молитвы, тебе дают гимн, ты начинаешь петь, ты еще толком не понимаешь, ты начинаешь петь, привыкать, привыкать, привыкать. И ты вот этого живого, о чем мы сегодня уже слышали, сияющего, действующего Иисуса, можешь даже так и как бы не разглядеть и не воспринять сердцем. Потому что ты еще не успел умеровать толком, а ты уже захламлен каким-то религиозным мусором. Ты знаешь, как надо помолиться, ты знаешь, как надо сказать, как нужно спеть или как нужно себя повести. Я сейчас, поймите, не к тому, что все мы таковы, но, к сожалению, вот эта сила в воздухе, вот эта тьма, она так коварна, что ты и сегодня сестра рассказывала, сестра Олена, о том, как Бог дал увидеть сам обман. Самообман. Сложная вещь. Самообман. Яков пишет в своем послании, в первой главе, трижды, не обманывайте себя, обольщайте в своем сердце. А обманывайте самого себя. Трижды в одной главе он говорит о том, что в нашем естестве, в нашем старом естестве прямо какая-то склонность. И вот сейчас мы прочитаем, как обнаруживается, как Иисус предлагает ученикам путь, а точнее, еще даже, еще не предлагая, он только говорит о своем пути. Он только о себе скажет, как реагируют ученики и почему так реагируют, особенно вот Петр. Место известное. Но, может быть, и сегодня мы для себя, для своей жизни, для своего, скажем, для вдохновения, для побуждения, правильного побуждения, может быть, и сегодня мы найдем почву, питание для нашего духа. Итак, Матфея, 16 глава, с 21 стиха. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшим и первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. И, отозвав Его, Петр начал прикословить Ему, начал прикословить Ему. «Будь милостью в себе, Господи! Да не будет этого с тобой!» Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана!» Слово «сатана» — противник. «Отойди от меня, противник». «Ты мне соблазнен!» «То есть ты меня сталкиваешь, ты сейчас сталкиваешь меня в сторону, с пути. Потому что думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, отвергни, отбрось, откажись от себя. «Возьми крест свой и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретёт её. Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придёт Сын Человеческий в славе Отца Своего, с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его». Вернемся к тому моменту ещё раз, когда Пётр прикословит, и Иисус ему отвечает. Итак, в целом, я так думаю, надеюсь, что, в общем-то, картина понятна, ситуация понятна. Христос только что спросил, совсем недавно, сложно сказать, это в один час это происходит или какое-то время прошло. Но говорится с того времени, то есть с того момента, как начали, как ученики, вот Пётр сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Христос похвалил его, всё хорошо, то есть Бог открыл Петру. И остальные тоже сказали, да, да, мы верим, что ты настоящий, ты есть Мессия, ты тот самый, которого ждали наши отцы, вот ты пришёл, всё, хорошо. И вот с того времени Иисус начал открывать, оказывается, ну, то есть недопонимание было таким достаточно глубоким. Они идут в Иерусалим, они надеются на то, что Он воцарится, а Он идёт в Иерусалим не для того, чтобы воцариться, мы все это знаем. Его примут как царя и через несколько дней распнут, Он это знает. Ученики этого не понимают, они надеются, что будет как-то по-другому. И вот Он, чтобы они подготовлены были, раскрывает тарню и говорит, что с ним произойдёт. Он говорит им в 21 стихе, должно много пострадать от старейших, книжников и так далее. В другом Евангелии написано, оплюют его, будут избивать, распнут, и потом он воскреснет. То есть и воскреснет. Сын человеческий воскреснет. То есть Он достаточно подробно описал ученикам, что Его ждёт. Можно попробовать представить себе, вот ученики, вот их 12. Для них Он центр, для них Он учитель, вождь, источник, или, как сказать, начальник. Всё, они за ним идут. Они оставили всё. В одном месте Пётр говорит, мы оставили всё. Это действительно, они оставили свою работу, добычу, чем они добывали на хлеб. Они оставили свои семьи. Они полностью своё внимание, полностью сфокусировали, они предались Ему. Они последовали за Ним, как за Богом. То есть Он от Бога, и поэтому они слушают Его, как Бога. Они воспринимают Его, как Божьего посланца. Поэтому на данный момент для них никого ничего дороже нет. Жёны, дети, родители, ещё какие-то вопросы. Всё отодвинуто в сторону. Вот только Он. И вдруг Он говорит, я буду убить. Позорно. Может быть, они до конца не понимают, но для них слово крест, распятие и унижение. Конечно, они это видели неоднократно. У них есть ассоциация, восприятие, что такое разбойники и всё, наказание. И вот Пётр, естественно, в его сердце, его душа, оно как бы совершенно естественный процесс. Выслушав это ужасное предсказание, Пётр вполне по-человечески говорит. Начал прикосновить. И что он ничего плохого не сказал. «Будь милостой к себе, Господи!» Да не будет этого с тобой. Нас интересует, что сказал Иисус. То, что сказал Пётр, понятно. Я надеюсь, что нам понятно. Наверное, каждый из нас сказал бы те же самые слова. Наверное, если бы мы были там, и если бы именно там... Вот представьте, что они ходят с Ним, они кормятся за счёт того, что их удают. Спасаются за счёт того, что он их от всего. Не утонули в шторм. Защищают от каких-то, может быть, от нападок вот этих же фарисеев или ещё кого-то. То есть он для них всё. Он источник всего. И естественно, что для Пётра просто выразил, я так полагаю, выразил мысли всех их. Не надо, чтобы это было. Будь милостой. Да не будет этого с тобой. И вот в этот момент обнаруживается, вскрывается что-то очень-очень важное для Петра и важное для нас. И тут Христос говорит. Я не буду говорить о том, что отойдёт меня сатана. Вот это рассматривай. Давайте 24 стих. То есть, Пётр, сейчас ты не о том думаешь. Сейчас ты даже не из того источника говоришь. Твои слова сейчас, они мешают. То есть, слова противоречия, вот есть воля Бога, вот есть курс Богом назначенный. А то, что ты говоришь, это попытка курса изменить Пётр, как только сатана делает. Ну, я смягчаю немножко, ну, по сути. И вот теперь он говорит то, что он сказал о себе, одно. А теперь говорит всем ученикам. Тогда Иисус сказал ученикам свою жизнь. «Если кто хочет, идти за мной». Давайте вот эту фразу, вот её сначала мы её обдумаем. И, может быть, давайте мы как-то обнаружим, а что в этом, насколько это важно, или что в этом хорошего? Идти за ним. «Если кто хочет, идти за мной». Братья и сёстры, друзья, а что в этом, что в этом особенного? Идти за мной. Виктор, Виктор Графов, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, что в этом особенного? А потом я Руслана спрашиваю. Для меня особенного, он говорит, если кто хочет, то есть он даёт возможность выбора, предупреждает. И сразу идёт предупреждение. А вот, вот идти за мною, вот в этом, именно вот в этих словах, идти за мною, что ты в этом слышишь? Ну, я слышу, что там нету сытости земной. У этого хлеба, которым они питаются. Кто ещё что слышит, брат? Это значит полностью изменить свою жизнь и жить такой жизнью, как Рисажин. Полностью изменить своё мышление. То есть измениться, да? Изменить жизнь, мышление. Кто ещё что слышит за этими словами? А поймите меня, сейчас, Таисия, поймите правильно, почему я спрашиваю. С возрастом, встречая, с возрастом христианским, даже так, очень много встречаю верующих, которые, они думают, что верующие, в том смысле, то есть, мы можем сказать, ученик равно верующий. Ну, в евангельское понимание, можем так сказать? Не, можем. Вет, можем? В евангельском? Да. Если верующий, то ученик. А если ученик, то значит верующий. Мы можем так сказать? Верующий надо раскрыть. А что верующий? Как мы называем сегодня верующий, член церкви? Не всякий, к сожалению. Я понимаю, я поэтому не углубляюсь, а в принципе, как бы стандартно мы воспринимаем член церкви, слово верующий мы употребляем, употребляем. Но давайте сегодня мы дадим себе сами отчет. Но если я говорю, считаю себя верующим, то отсюда же даже на следующий вывод, значит, я обязан считать себя учеником. Потому что, как это я верующий, дабы всякие верующие не погиб, Господь меня простил, я в него веровал. Хорошо. А учеником стал? Вы знаете, когда встречаешься, когда люди хотят что-то в жизни, чтобы изменилось, каяться в грехах или просят помолиться, и ты натыкаешься на такое, не знаю, даже на самое, это же фундаментальное. А ты ученик? А ты это делаешь, это то, к чему призывает Иисус, в самом начале пути своего. И человек говорит, я крещение принимал. А я говорю, как ты, во что ты крестился? Я как бы умер для старой жизни, как бы для новой, чтобы жить. Но если вот этого внутреннего, понимаете, да? Итак, что же мы еще можем сказать? Следовать за Ним. Пожалуйста, Иси. Следовать за Христом. Мы с Ним идем по пути, который Он проходил на земле. А то Он приходит к Христу. Вот ведь Он же призывает следую за мной, говоря Петру, тогда, когда они все подошедшие до Христа, до Христа, крест Волгопска, Он зовет и нас туда. Он страдал. И нам этот путь достанется тоже со страданием, несмотря на то, что Христос за нас умил, что Он нас освободил от греха. Но, живя в этом мире, мы знаем, что мы живем в окружении злых духов. И пока мы здесь, пока мы живем... И злых людей, которые наполнены этими духами, мы живем в окружении этих людей, которых нужно любить, несмотря ни на что, как цитировал стихи Фалейн. И поэтому... Можно одни предложения мы все сказать? Без труда мы не сможем без страдания, мы не можем пройти. Можем одни предложения. Да, и так, как что он. Его дорогой, его путем, как цитировал нашим, это подразумевается... Это подразумевается, что Он призывает нас, любого уверовавшего, и который уверовавший решил стать учеником, последователем, Он призывает любого из нас согласиться, прежде чем сказать «Да, обещаю, крещусь». Он призывает нас понять, принять условия ученичества. то есть туда входит готовность разделить с Ним то, что имел Он страдания, непонимания, гонения. Была у Него слава? Была. Слушали Его? Слушали. Как царя восхищались им? Восхищались. Будут ли слушать нас верующих? Да, будут ли нас слушать? Будут нас хвалить? Будут нас хвалить. Была ли у Него, было ли у Него без славы? Была. Гнали ли ее? Гнали. Он говорит «За мной». Мы, здравые люди, должны им это иметь в виду, что нам предлагается и то, и другое в Его пути. Правда же? Если я не задумываюсь, если я не нахожу момента, минуты или там сколько-то остановиться и подумать, взвесить, Господь, ведь Твой путь это непростой путь. И поэтому это нелегко решиться, если по-честному, то нелегко решиться на это. А если я решился, а сам даже не взвесил, не понял, это нехорошо. Это неправда. И вот что здесь еще мы видим? Что когда все вот это вникаем в эти слова Его или в Его путь, действительно, на земле Его дорога повела. Вот сейчас Он говорит «Я иду в Иерусалим, и в Иерусалиме будет гора, а там на горе будет крест. Но там путь не заканчивается, братья и сестры. Книга Откровений сегодня брат Николай читал. Что, о чем нам говорит книга Откровений? Коля, о чем говорит книга Откровений? Вот это перспектива, что все на этой земле не заканчивается вместе с нашей жизнью. Я имею в виду весь царство небесное. Пока это всегда приблизилось в царство небесное. Где сейчас находится наш спаситель? Тот, которого плевали здесь на земле, где он сейчас находится? Он находится в славе Откровений. То есть он туда пришел. Он шел и туда пришел. Куда же он нас зовет, когда говорит иди за мной? Лена, куда он нас зовет? Туда же, где он находится сам. Свою славу. На свой престол нас и зовет. Поэтому о чем это говорит для нас? Високое звание. Это очень высокое звание. И поэтому он говорит. Да, хотя даже на горизонте мы видим крест, и для каждого из нас это может быть прямом смысле или переносном смысле, неважно. Страдание, неприязнь, гонение, отвержение. Как это может быть? Неважно. Но важно, когда мы видим на горизонте крест, мы видим по земному крест, мы поднимаем взор и мы видим его славу. Мы видим там, где он престол. на место показать. Я думаю, что мы безусловно это читали или уже смотрели на Петра с этой стороны. Опять Петр, только в Евангии Адриана. Пожалуйста, откройте 14 глава. И как это на практике в жизни Петра происходило? Вот то, что сейчас мы увидим. 14 глава в Евангии Адриана. В этой 14 главе в самом конце ее, когда Христос дал новую заповедь и сказал 34-35 стих, ну, даже с 33-го можно прочитать. Дети, не долго уже быть с вами будете искать меня. И как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти. Так и вам говорю теперь. Заповедное даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. я чуть-чуть проясню слово заповедь новая. Как я возлюбил вас. Можно сказать одну фразу для лучшего понимания. Как он возлюбил? Написано, что он положил за нас душу. Когда он предлагает нам любить друг друга, это не только улыбнуться, не только поповедствовать, не только спасить, дела, не только немножко помочь. Все это нормально. И деньги, и физическая помощь, все это хорошо. Но здесь есть критерий более высокий, более главный, ключевой, корневой критерий. Он предлагает нам любить друг друга не как фарисеи, не как друзья любят друг друга, не как братья и сестры любят друг друга, не как просто какие-то люди любят друг друга, как он. А как он это до конца. Представьте, он свою душу, он пришел, чтобы за нас положить свою душу. Сущность, он предлагает нам всем пойти на жертву. То есть вот в этой заповеди звучит, у Яна написано в первом послании, любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать душу своей забрать. Я сейчас говорю, и можно каждый может проверить свою любовь. Положить свою душу за своего сына, за своего ребенка, наверное, это, и даже этого не все делают, но это как-то естественно. Положить душу свою за человека, не родственника кровного, но более-менее симпатичного тебе приятного. Тоже ничего, нормально. Но положить душу свою за того, который может быть даже враждебен тебе, и по всем критериям даже не достоин твоей души, как бы как еще было бы на кого смотреть или родить. Красавьте себе, он положил душу за нас. Бог или Божий Сын чистый, непорочный положил душу свою за каждого из нас. мы в грехах. И вот дальше он говорит, то есть перед этим он сказал, я иду, вы не можете за мной идти, потом вот эту заповедь, и тут Петр услышит, я так думаю, что Петр заповедь, она как-то у него пролетела, он только понял одно, не можете за мной идти, и тут он расспрашивает его. Симон Петр сказал ему, Господи, куда ты идешь? Иисус отвечал ему, куда я иду, ты не можешь теперь за мной идти, а после пойдешь за мной. Петр сказал ему, Господи, почему я не могу идти за тобой и теперь? Я душу мою положу за тебя. Ну, то есть, только что мы об этом говорим, да? Петр говорит, я готов, ты сказал, я сейчас это готов исполнить. Я душу твою свою положу. Иисус отвечал ему, душа, других не отречется, они говорили, все, мы тоже положим душу, ну, в общем-то, как Петр поддерживает Петра. Я хотел бы соединить сейчас Матфея 16 глава вот с этим местом. То есть, то, что сказал Христос Петру тогда в 16 главе Матфея, уже это произошло здесь. То есть, он говорит ему, кто хочет, ты за мной, откажись от себя, возьми крест, следуй. Петр это услышал. И дальше они продолжают двигаться, и вот они уже подожгли к Иерусалиму, уже где-то очень-очень близко. И вот еще раз повторяется, что ты не можешь за мной идти. Другими словами, смотрите, что мы наблюдаем. Христос дал заповедь, кто хочет, идти за мной. И в то же время, вот здесь, прямо здесь, он говорит персонально этому же Петру, Петр. Я эту заповедь дал, но прямо сейчас, вот в эти минуты, или вот в этот день, сегодня, сейчас, ты ее исполнить не можешь. Петр не понимает, почему. Почему я не могу ее исполнить? То есть, недостаточно услышать, что нужно отказаться от себя, отвергнуть себя, взять крест, этого недостаточно услышать. Еще важно прозреть и понять, что это значит и как это все происходит, то есть, чтобы сам Господь открыл. и вот Петр говорит, почему я не могу от тебя отречь, почему я не могу следовать за тобой, я готов идти за тобой, куда хочешь, почему я не могу за тобой идти. Если я спрошу, я думаю, что все сейчас ответят мне правильно. Таня, почему Петр не мог идти? Он готов же был, он же не врал, он готов был убереть за Иисуса Христа. Это правда? Правда. Он готов умирать. Почему же Христос сказал, сейчас, пока ты не сможешь? Это было лучше только промысел, потому что это не можешь выразить. Страх перед жизнью. Еще раз. Страх перед жизнью, что вот, когда его там начали, и то же с ним было. Перед смертью, наверное. Ну, что ли, перед смертью. Он испугался, что он так вот. Ну, вот сейчас он говорит, готов. Но если бы, если бы в открытом бою, в честном бою взял, если бы на него вышли там куча с мечами, я думаю, он сражался бы до смерти. Он был мужественным человеком. Ну, он готов был, наверное, сражаться. Владимир Павлович, я так думаю, не время для Петра было умереть. Вот и здесь. Да. Я с тобой согласен. Не время было умереть. Он просто не знает себя. Потому что, как Христос сказал, вы без меня не можете делать ничего. То есть, и Павел опять говорит, хочу доброе, совершаю. То есть, человек без Бога не может пойти и исполнить. Давай первую фразу, Таисия, давай первую фразу ее выделим. Петр не знал себя. Юрий, ты хотел про Христа сказать, что не совершил. Он еще не совершил свой путь в этом поле. И, соответственно, очень неудивно. То есть, силу Духа Сыта у него не было. Но, как бы то ни было, даже можем согласиться, что Иисус еще не одержал победы, но вот то, что было сказано о Петре, Петр не знал себя. И поэтому получается, когда я слышу повеление Божие, самое замечательное, но если я слепой и глухой, если я не знаю себя, я пытаюсь исполнять, или не пытаюсь, а ничего не это, я же не знаю себя, поэтому я не в силах правильно даже воспринять повеление Божие. Христос сказал, кто хочет идти за Мною, Он сказал, это правильно. То есть, другой дороги нет. Чтобы следовать за Ним, нужно оставить душу свою, любовь к себе нужно оставить. Но, а что это любовь к себе? На словах понятно. Поэтому Петр говорит, Иисус, я себя не люблю. Ты поверь, я себя не люблю. Ты знаешь, как я тебя люблю? Я готов за тебя идти сражаться. А Господь говорит, Петр, даже вот в том, что ты хватаешь меч, даже в том, что ты как-то им размахиваешь, и в том, как ты собираешься, какой ты ревностный, какой ты прямо богобоязненный, как назвать, богозащитник. А я вижу там не Бога, а я вижу человека, который хочет что-то сделать для Бога, а мне человеческого. Однажды человек сделал, согрешил, и он сколько последствий хватит уже. Надо, чтобы человек, чтобы Бог делал, а не человек. А как, чтобы Бог делал, а не человек? Чтобы в сердцах наших Бог царствовал, а не наше я. Как помочь нам? Значит, исполнить это можно только тогда, когда у тебя открылись глаза, и ты понял, что ты из себя представляешь. Ты это понял, и тогда ты в полной ясности, здравости ума и ясности говоришь, я это вижу, и я это отвергаю. Вот это себя, самого, вот этого человека, вот этого человека, которым, которым я был, я отвергаю. Чтобы вместо этого человека я желаю, чтобы характер другого человека, лучшего, чтобы сущность лучшего человека во мне была. Послушайте, какой болезненный процесс. Тут еще Вадим Павлович, вот примерно такое понятное обманутая надежда. что-то меньшее. То, что часто мы ожидаем от Христа не то, ходит. То есть он готов следовать и сражаться за своего Христа. Не за того Христа, который стоял и не понимал, что вообще происходит. И когда ему задавали вопрос, он автоматически ответил, как бы рефлекс самосохраняемый. А сам борец в себе вот так вот. Что вообще? То есть он ожидал, что его Иисус это тот, который изгоняет тысячи бесов. Это тот, который ходит по воде. А этот Иисус спокойно руки схватывает и его связывает. Он не понимает такого Иисуса. Ты правильно заметил. И он тоже не понимал такого Бога. А что разве Бог изменился? А какого Бога мы знаем? Именно Николас. Итак, мы находим какую важную мысль, чтобы следовать за ним не только свою любовь к себе, но и то, что даже Николай отметил. И даже своё представление, которое у нас складывается, с которым мы привыкли. Я сейчас не говорю, что Бог какой-то ужасный, и поэтому не можем его познать. Но просто ужасны мы, наше самолюбие или наше человечество, оно как-то так ждёт от Бога, действительно, как-то воспринимает чего-то своего. Но чтобы быть готовым на полное послушание Богу, нужно, чтобы наше сердце, наше сознание было открыто для него, для его наставлений, для его новых и свежих мыслей. Помните, когда уже всё, Пётр отрёкся, а потом уже у костра Христос спрашивает его, любишь ли ты меня? Помните это место? Три раза спрашивает Пётр опечаляться. Это двадцать первая глава. И что там потом говорит опять Иисус этому Петру? Двадцать первая глава Иоанна. Он ему сказал 19-20 стихи. Сказав это, давая разуметь, какую смертью Пётр прославит Бога. И сказав это, говорит ему, иди за мной. После того, как Пётр трижды ответил, точнее, он говорит, ты знаешь, Господи, я люблю тебя. Это было сказано очень глубоко. Он даже опечалился, но мы понимаем, что тогда он любил Иисуса поверхностно, а внутри, в корнях, в его сердце оставалась любовь к самому себе, любовь к своим ожиданиям, своим надежным, своим планам. У него был свой план, своя какая-то мысль. Он жизнь свою думал, она построена будет вот так, как он хочет. Он верующий, он иудей, придёт царство, Иисус будет царём, и я тоже где-то там что-то буду, ну короче, кем-то буду, и вот он жил, все они жили вот с этими мыслями, и чтобы от самого дна, из корней достать эти ложные понятия о Боге, о себе, чтобы убрать это. Христос сказал, отвергни себя, но сказать одно, чтобы действительно корни вытащить, и вот Господь проводит, позволяет Петру и всем остальным разочароваться глубоко-глубоко, и вот теперь, когда Пётр с освобождённым, очищенным сердцем, там в корнях больше нет своих планов, своих целей, своих понятий о Боге, о Боге Израиля, нет уже, вот Иисус, он теперь для него, тот, который был распят, воскрес, и вот теперь он вечно живой, Иисус, и теперь спрашивает его Господь, любишь ли, а вот теперь ты действительно любишь меня? И Пётр говорит, да, то есть любовь погрузилась, вошла в самое глубокое, в самое дно сущности, да, Господь, и вот теперь она говорит ему, а вот теперь иди за мной, теперь ты можешь идти за мной. Что нам делать, братья и сёстры? Хотим ли мы? Я напомню, ученик или верующий, это значит ученик, в его смысле, в евангельском смысле, в смысле Нового Завета или Евангелия от Иоанна, дабы всякие верующие в Него, мы понимаем, что можно уверовать на кресте, просто поверовал, попросил прощения, и Господь тебя спас. Да, то есть нету никакого следования, просто, но если я хочу жить, хочу жить сегодня, завтра, но если, ну, возможно, Господь завтра придёт, но сегодня я хочу прожить правильно. Мы говорили, что значит следовать за Ним? Это значит, что, Наташа, как там первая часть стихотворения твоё было? Первое стихотворение. Я хочу пожелать ещё там что-то хорошее, хорошее там у тебя было. В первом стихотворении. Вопросы, ответ будут, ответ будут, вопросы. Самое главное, какая там мысль? Присутствие слова есть у тебя там? Присутствие. Прочитаю несколько первых строчек. Я ждал только вот этого слова. Присутствие Бога. Следуя за мною, мы не можем иметь присутствие Бога без Иисуса. Но мы не можем быть с Иисусом без того, что Он нам сейчас сказал. Мои дорогие, я понимаю так, что мы должны быть очень честными и просить Бога, чтобы Он Сам открывал нам и себя, и нас сам. Сейчас я обращаюсь к верующим, да и в смысле к членам Церкви и не к членам Церкви, ко всем. Если мы хотим иметь присутствие Бога, если мы хотим иметь присутствие Его, а присутствие Его — это присутствие Вечного. Всемогущего, Всесильного, Всеправедного, Мудрого. Присутствие Его — это источник, действительно, ответ на все твои вопросы, на мои вопросы. Но чтобы Его присутствие было со мной всегда, мне нужно идти той дорогой, по которой шёл Иисус. Потому что Иисус говорит, «Я делаю только то, что угодно Отцу». Вся Его жизнь — это следование под рукой Отца. Он шёл по воле Отца. И меня приглашает идти вот по этой дороге вместе с Ним, не отставая, к Нему как бы прилепиться и идти. Но идти за Ним я могу, вот условие, что я не могу, я могу абстрактно просто говорить сам себе, придумывать, «Я за Иисусом, я верующий, я же не делаю того, не делаю другого». Но внутренне, но если моё сердце там в глубинах ещё, оно ещё не наполнено им и любит другого, кого-то, себя, что-то ещё, то я не иду за Иисусом. Это значит, присутствие Бога не может в моей жизни действовать. Это значит, Он не может наполнять меня. Это значит, Он не может вокруг меня спасать или что-то творить, потому что Ему нет возможности. Это только обман. Дорогие, такое наступило время, когда важно, чтобы свет озарял в наших сердцах. Я предлагаю помолиться, чтобы Бог благословил нас. Помолиться.